Здравствуйте, дорогие телезрители! Здравствуйте! С Новым Годом! С новым счастьем! Итак, в прошлый раз мы вам рассказывали о календаре. Вы узнали, когда празднует Новый Год и праздновали в разных странах мира. Аня, а вот как ты думаешь, а когда праздновали Новый Год в России? Например, вот в 14 веке? Я думаю, где-то началось с Петра Первого празднование Нового Года в России. Ты имеешь в виду 1 января? Да, да. Это абсолютно верно. А вот раньше праздновали ли вообще Новый Год? 1 сентября. Абсолютно верно. 1 сентября, впервые 1 сентября официально начали праздновать Новый Год в 1492 году благодаря великому князю Иоанну Васильевичу Третьему, который окончательно утвердил это постановление на Московском соборе. А до этого, как ты думаешь, когда праздновали Новый Год? До этого, видимо, тоже праздновали 1 сентября, я так понимаю, да? По одному из календарей празднование приходилось на сентябрь, а по-другому на март. Поэтому получалось такое, как два Новых Года. А, на сентябре и в марте. То есть, фактически, как сейчас, например, 1 января по официальному, да, гражданскому календарю, а 14 января по церковному календарю. Ну вот, как ты думаешь, в чем заключалась атрибутика празднования Нового Года? То есть, вот если сейчас Новый Год – это елка, новогодние игрушки, ну, такой семейный праздник. Что главное лицо в то время был царь, соответственно, какие-то поклонения перед царем или походы к царю. Абсолютно верно. Тем более, раз сам царь, в частности, Иоанн Васильевич, так старался утвердить Новый Год, и чтобы придать такое, ну, большее торжество этому празднику, непосредственно накануне Нового Года, он принимал людей в своих, ну, скажем так, людей в своих покоях, ну, и, соответственно, мог принять абсолютно любого. И даже просто людина? Абсолютно верно. И он смог, и он мог дойти до царя? Да. Причем он не только мог дойти до царя. Некоторые люди искали правду или просили милостыню. То есть, фактически, получалось, что можно прийти к царю, ну, и пожаловаться вообще на какие-то вот вещи. То есть, праздник заключался в том, что в определенное время люди шли к царю и просили у него какой-то помощи. Да. Но все равно это придавало такую определенную торжественность. Ну, а как ты думаешь, а елка была в то время в качестве такого новогоднего растения? Вот я думаю, что не было. Я думаю, что это где-то 17 века елка появилась у нас. Правильно, потому что елка, как мы уже говорили на прошлых программах, она к нам пришла из Германии. Ну, а вот если мы бы прочли описание празднования Нового года 1636 года, которое нам дошло благодаря одному из участников, то вот там, кроме царя, скажем так, основной фигурой кто являлся, как ты думаешь? Церковный служитель. Правильно. Действительно, патриарх выходил к народу, поздравлял его с Новым годом, как описывал участник того празднования, что толпа состояла примерно из 20 тысяч человек. То есть, столько было много народа. Причем народ был разный. И бояре, и обычные простолюдины. Патриарх давал поцеловать крест сначала великому князю, а затем, соответственно, царю давал поцеловать крест, а затем он поздравлял, уже патриарх, поздравлял всех присутствующих с Новым годом. И поздравлял абсолютно всех, то есть начиналось все с царя, потом царица, ну и затем, соответственно, его родственники и так далее, кончая простолюдинами. Ну и народ кричал «Аминь». А последний раз Новый год, 1 сентября, был отпразднован, как ты думаешь, когда? Вопросы, да? Викторина такая. Значит, ну, я так думаю, что праздновал где-то в 1699 году, да? В 1698 году. А, в 1698. А в 1699 как раз был указ о том, что Новый год назначается на 1 января. И можно даже прочитать этот указ, указ Петра I. «По большим проезжим улицам и знатным людям и у домов нарочитых, именитых, духовного и мирского чина, перед воротами учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых, а людям скудным, то есть бедным, хотя по древу или ветви над воротами, или над храминами своими поставить. И чтоб то поспело будущего генваря к первому числу 1700-го сего года. И стоять тому украшению до генваря по 7-го число того же года». И, начиная с первого дня, поздравлять всех с 1 января с этим праздником. Ну, вот тогда январь назывался Генварь. То есть символ вот этого праздника тоже было, было вечно зеленое растение, да? То есть сосна, хвойный, да, можжевельник. Ну, Петр I почему решил, что праздновать все-таки нужно 1-го числа? Во-первых, в то время уже большая часть европейских стран ввела свое летоисчисление с 1 января, и Новый год, соответственно, приходился на первое число. И он, как реформатор, решил то же самое произвести и в нашей стране. Было очень много недовольных, скажем так, вот этому предложению. Но, тем не менее, он каким образом это все объяснял? Что, с одной стороны, да, действительно, 1-го числа празднуют страны, у которых западная церковь, то есть имелось в виду католицизм и протестантство, но, тем не менее, многие народы, которые, как, цитирую его, с Восточной Церковью согласны, тоже празднуют Новый год 1-го января. И даже греки, ну, это как бы самый большой был аргумент, даже греки, от которых фактически пошло православие, тоже празднуют Новый год 1-го числа, 1-го января. Ну, и в качестве символов тоже он выбрал хвойные растения, с одной стороны, да, и придал еще большее торжество этому празднику. То есть, фактически, предлагалось именно всем украшать, даже самым бедным людям праздновать этот праздник. Кроме того, можно отметить, что все-таки, несмотря, скажем так, на большое торжество, праздник этот не очень прижился, и особенно не прижилась ель в качестве новогоднего растения. И потом, после Петра I, ель перестали отождествлять в нашей стране с Новым годом, и она пропала где-то до середины 19-го века. И только уже с середины 19-го века ель снова становится новогодним растением, а в конце 19-го века появляются большие елочные базары. Вот интересно, почему ель пропала на какое-то время? Все-таки это доступные, вечно зеленые растения. Ну, просто сам праздник не прижился, считался он вот таким западным. А, просто праздник не связанно. Ну, даже не ель, вот так как это все шло из Германии. И хотелось бы отметить, что все-таки Новый год у нас не только ассоциируется, например, с той же самой елкой, но и с большим количеством новогодних игрушек, да, рождественских игрушек. Конечно, такого ассортимента в то время не было. И вот популярность вновь елки, она становится еще очень популярной тогда, когда уже к нам из Германии начинают привозить вот эти рождественские игрушки. То есть, и, соответственно, это становится еще более эффектным. Украшение ели и так далее. Хотя в то время, вот в 17-м веке, во время Петра Первого, как ты думаешь, чем украшали ели? Игрушек не было. Ну, я думаю, это различные плоды. Были типа яблок там и так далее. Абсолютно верно. Но самые богатые люди... Либо какие-то золотые украшения, кстати, могли повесить на елку. Если это богатые люди. Даже до нас дошел такой текст, что один из богатых людей того времени украшал елку следующим образом. На нижней ветке вешались, например, фрукты, например, те же самые яблоки, а на самый верх верхняя часть елки наряжалась различными ювелирными изделиями. Причем даже существовала такая потеха, что вот елки были очень высокие. Некоторые из них прямо наряжались прямо на улице. И предлагалось следующее, что тот, кто лезет до верхних веток, он может забрать эти вот украшения. И стоимость такой елки иногда доходила до 50 тысяч рублей, что было в то время в целом состоянии. Удивительно. А вот интересно, конечно же, Новый год у нас ассоциируется в первую очередь с каким-то вечно зеленым растением. Но в нашей стране, естественно, это ель. Ель или сосна. А вот еще атрибутом Нового года обязательно являются какие-то персонажи новогодние. Дед Мороз, Санта-Клаус, Снегурочка. Вот чем, интересно, они друг от друга отличаются? Что такое Санта-Клаус? Ну, во-первых, скажем так, Санта-Клаус, Дед Мороз, они тоже пришли достаточно поздно, как атрибуты. Именно как атрибуты Нового года. Да, атрибуты Нового года и Рождества. И считалось все-таки, откуда же появился Санта-Клаус? Так вот, оказывается, что когда, вот если мы все-таки ответим на вопрос, появился этот таинственный Дед Мороз, то считается, что Дед Мороз произошел от святого Николая. Давайте мы его покажем. В третьем веке на берегу Средиземного моря в городе Потара в богатой семье родился сын Николас. Он был совсем молодым человеком, когда его уже назначили епископом. И он поселился в небольшом городе Мира, позже в Демре, неподалеку от Финикении. Ну, что можно сказать? Святой Николай жил так, что человечество его уже помнит в течение 1700 лет. То есть это действительно существующий исторический персонаж, да? Да. Который звали Николай, и после смерти его возвели в ранг святых, я так понимаю. Да, причем там, где он жил, там никогда не было снега, и, естественно, никаких новогодних атрибутов, в то время тоже новогодние атрибутики не существовало. Уже в детстве он совершал различные добрые дела. В частности, он спасал, считалось, моряков. Например, спас один корабль от затопления, когда на нем плыл. Кроме того, вот у нас также существует в европейских странах... Каким он образом спас его от затопления? Помолился Богу, и корабль доплыл непосредственно до своего... То есть своей верой. Да, своей верой, до своего места назначения. Он всегда помогал бедным и несчастным. В частности, ну, как я говорил, что моряки и рыбаки в течение уже долгого времени считали святого Николая своим заступником. Кроме того, если в нашей, как бы, вот, в принципе, Новый год, да, Рождество, Санта-Клаус, это как бы, он олицетворяет святого Николая. То, например, в Голландии есть еще отдельный праздник святого Николая. Хоть он и у нас тоже существует, но там тоже он непосредственно, тоже, опять-таки, выполняет роль так называемого Деда Мороза. Причем он там даже пользуется этот праздник больше популярностью, чем непосредственно Рождество. Ну, он совершал очень большое количество добрых дел, в частности, спас трех дочерей бедного старика от бесчестия. А суть была такая, что наутро они обнаружили, вообще существуют разные источники, либо в башмаках, либо в чулках. Большое количество, все три девушки обнаружили, большое количество в них золотых монет. Вот. И отсюда, как вы, наверное, уже и догадались, появилась вот традиция под Рождество, под Новый год, те же самые башмаки, носки, выставлять и туда класть подарки. Да, но некоторые еще башмаки ставят около камина, потому что считается, что он как раз мог появляться через домоход в том числе. Ну, кроме того, существует еще несколько легенд о Святом Николае, что на самом деле он не был таким строгим. Одна из легенд говорит о том, что Святой Николай даже напоминал эльфа. То есть легенд пришло очень много. И когда мы, если смотрим непосредственно на того же Санта-Клауса, или заменители Санта-Клауса, который существует в других там европейских странах, то опять-таки все корни идут непосредственно от Николая Угодника, Николая Чудотворца. То есть Святой Николай и есть тот самый Санта-Клаус. Ну, я думаю, наверное, и Дед Мороз. Ну, а с Дедом Морозом, наверное, дело обстоит немножко труднее, потому что наш Дед Мороз, можно так сказать, что это персонаж, скорее, славянского фольклора. И у восточных славян представлен образ Мороза, такого богатыря, кузнеца, который сковывает воду такими железными морозами. Сами морозы отождествлялись с различными буйными зимними ветрами. Известно несколько народных сказок, где мороз или северный ветер указывают путь путникам, ну, сквозь вот непосредственно туман указываем путь, сквозь ветер. Ну, нужно сказать, что наш Дед Мороз образ особенный. Он отражен в древнеславянских сказаниях. Там существовали персонажи, которые называли либо Зимник, либо Позвист, или Карачун. То есть какие-то такие названия резкие, наверное, далеко он не такой положительный герой. Ну, естественно, Дед Мороз, который у нас сейчас, мы наблюдаем у себя на новогодних елках, конечно же, это добряк, хотя с такой величественной и гордой осанкой, но изначально с Дедом Морозом олицетворялись совершенно другие персонажи. Вот, например, Позвист – это славянский бог бурь и непогод. Стоило ему трюхнуть головой, и на землю валил крупный град. Вместо плаща за ним влочились ветры, с полы его одежды падал хлопьями снег. Стремительно носился Позвист по небесам, сопровождаемый святой бурь и ураганов. В легендах также встречается и следующий персонаж, которого звали Зимник. Он, как и Мороз, представлялся в виде такого старика, небольшого роста, с бородой, с непокрытой головой, который входил с железной баловой в руках. То есть, получается, несколько Дед Морозов было? Ну, несколько персонажей, которые встречались в этих сказаниях, и, возможно, какой-то из них дал, вот, от какого-то из них или от совокупности их произошел, вот именно сейчас произошел нынешний Дед Мороз. То есть, получается, такая личность не очень приятная, маленький старичок с большой бородой, суровым нравом. Да, вот, кстати, вот сейчас представлен непосредственно не Дед Мороз, а Санта-Клаус. Чем они друг от друга отличаются, мы вам расскажем несколько позже. Так вот, что касается Зимника, то, где он пройдет, тоже, опять-таки, жди жестокой стужи и непогоды. Ну, среди славянских богов также еще выделяется Карачун своей свирепостью. Это злой дух, сокращающий жизнь. И древние славяне считали, что он жил под землей и при этом повелевал морозами. Вот такие вот образы были, которые, можно считать, породили современного Деда Мороза. Хотя со временем Дед Мороз менялся, постепенно из такого свирепого, но величественного старика, он превращался в более такой, ну, можно сказать, добродушный или мягкий персонаж, так сказать. Ну, наверное, он подобрел, когда к нему пришла Снегурочка. Да, Снегурочка, наверное, так. Причем, что самое интересное, вот вы мне сказали о Снегурочке, из всех, можно так сказать, да, новогодних персонажей, но я имею в виду Деда Мороза, Санта-Клауза и прочих персонажей, которые встречаются у различных народов. Единственное, Дед Мороз, который имеет Снегурочку, это наш, да, то есть, собственно говоря... Ему больше всех повезло. То есть, он является Дедом, да? Вот. А его, один из его прообразов, который встречается в русских народных сказках, назывался Дед Трескун. Он тоже отличался крутым нравом, был достаточно свирепый и был женат на злющей-призлющей зиме. То есть, у них была такая вот пара... По преданию, его даже боялось само Солнце. Да, абсолютно точно. Но у него был такой крутой нрав, в общем, как и у всех зимних персонажей, свойственной такой вот русской зиме. Но, нужно сказать, что более близким, наверное... То есть, получается, Снегурочка, это у нас внучка зимы, да? Я вот так подумал. Да, получается так, да. Но Снегурочка, скорее, сам персонаж олицетворяет такие вот застывшие воды. Поэтому Снегурочка, или Снегурку ее тоже называют, или Снежная девушка, кстати, это не маленькая девочка, вот. Она ходила в белых одеждах, отороченной мехом, как правило. У нее была такая корона. Не корона, а венец. А одежда и венец были либо из серебра, ну, то есть, покрыт серебром или жемчугом. То есть, вот, олицетворяла такие вот застывшие воды. Но, нужно сказать, что все-таки более близким, можно так сказать, прапрадедом Деда Мороза, были герои русских народных сказок. Сказок, например, «Мороз, красный нос», который, кстати, описан в поэме Некрасова. Или же в русской сказке следующий персонаж, персонаж Морозском. Так вот, интересно, что, допустим, вот в поэме «Мороз, красный нос» Некрасова дано такое достаточно яркое и красочное описание величественного старца. И здесь Мороз, вот, Мороз воевода, да, который, Мороз воевода дозором обходит владения свои. То есть, такой очень величественный персонаж. И вот тут, в нем, вот в этом даже его отличие, в первую очередь, от Санта-Клауса. Ну, а в русской народной сказке «Морозка» здесь Мороз представлен в виде... Ну, в общем-то, потом одарил, а злую и ленивую он поморозил и заморозил на смерть. На самом деле, если мы опять-таки вернемся к тому же Санта-Клаусу, то можно сказать, что первоначально, когда Санта-Клаус даже еще больше олицетворялся со святым Николаем, то тоже считалось, что как бы святой Николай, он все знает. И, соответственно, дети, которые себя вели в течение всего года хорошо, они получают подарки, а остальным достаются русским. То есть, тут уже с Морозка такое есть... То есть, можно так сказать, что изначально образ Деда Мороза был несколько справедливый, а сейчас он стал, в общем-то, таким добряком, который никак и плохим, и хорошим детям раздает подарки. То есть, не забирает, а приносит эти подарки вне зависимости от того, какие, в общем-то, плохие или хорошие дети, так скажем. Причем, самое интересное, что действительно даже и наказания существовали, например, при праздновании Дня Святого Николая, не все дети любили этот праздник, если бы мы перенеслись где-то на век назад. Так что наказания действительно существовали, а не так просто говорилось, что вот, раз ты себя плохо вёл... Ну, допустим, во Франции тоже, да, вот французский Дед Мороз, который носит название Дед Январь, да, он представлен такого небольшого роста, имеет широкополую шляпу. Так вот, рядом с Дедом Январем обязательно ходит Дед с розгами, как раз вот, в этом мы говорили, который следит за тем, какие подарки кому дарить. То есть, он, конечно, розги не применяет в дело, в общем-то, но следит, чтобы плохим детям не доставались хорошие подарки. Ну, и даже вот, например, в Германии существовал такой Дед Мороз, который был далеко не весёлый и добрый, внешний вид его напоминал солдата. Вот, и звали его кнехт Рупрехт, который во время Нового года наказывал непослушных детей и пугал их тем, что он заберёт их, скажем так, запрячет их в большой мешок и унесёт их. Так что, подарков от такого Деда Мороза никто не ждал. Ну, опять-таки, мы только что с вами говорили о таких русских персонажах Деда Мороза, естественно, имеющих такой крутой нрав, конечно, изначально подарков от него не жди. Нужно сказать, что даже вот, зная нрав Мороза, в избежание неприятностей, например, некоторые северные народы и сейчас задабривают старика Мороза. То есть, они в торжественной ночи бросают за порог, например, своих жилищ лепёшки, мясо, выливают вино, чтобы дух не злился и не мешал охоте и не губил, соответственно, посевов. Ну, а если мы, вот, первая версия мы с вами рассмотрели происхождение Деда Мороза. Но вот всё равно считается, что и наш русский Дед Мороз, он тоже всё-таки произошёл, да, от Николая Чудотворца. Да, это вторая версия. А теперь ещё есть одна версия, опять-таки, происхождение Деда Мороза. Нет, просто при изучении вот каких-то славянских персонажей находится очень много общего. Поэтому очень сложно сказать, что наш Дед Мороз произошёл именно от Святого Николая. То есть, скорее, это какая-то совокупность этих образов. Да, образ зимы, то есть, вот, внешнее описание, например, зимника, да, или же Деда Трескуна, в общем-то. Кроме этого, нрав более мягкий, более добрый, то есть, он способен делать какие-то добрые дела. Это, скорее, уже от Святого Николая. То есть, получается, что и Санта-Клаус, и новогодняя ёлка – всё это относительно молодая атрибутика. И, например, тот же самый Дед Мороз в нашей стране уже приобретает черты, которые нам, ну, более знакомы, лишь в конце 19-го века. Как, впрочем, и та же ёлка, которая уже становится более похожей на нашу современную, тоже в конце 19-го века. То есть, вы хотите сказать, что новогодние персонажи, они очень и очень близки к нашему? Да, и они, современные новогодние персонажи, достаточно молодые. Если мы можем сказать, что празднование Нового года – это, наверное, одна из самых старейших традиций, которые существуют на нашей планете, а вот как раз символы Нового года, они намного моложе, чем сам праздник. Так вот, ещё согласно ещё одной версии происхождения Деда Мороза, ну, опять-таки, он появился достаточно давно. Ещё до появления христианства на Руси наши предки верили в то, что душа умерших охраняет свой род и заботится о нём. Поэтому, чтобы наградить их за заботу, каждую зиму люди дарили им подарки. В канун праздника деревенская молодёжь надевала маски, выворачивала тулупы и ходила по домам, так называемые, калядовала. А калядки – это вообще… То есть, получается, калядки – это у нас вообще очень древние обычаи, да? Да, да, да. Хозяева одаривали калядующих едой. Смысл этого праздника как раз заключался в том, что, как бы, вот эти калядующие представляли себя души, ну, как бы, дух от умерших. И непосредственно как раз за то, что они охраняют свой род, там, или свой род в течение года, они, в общем-то, просили за это какое-то вознаграждение. То есть, их ни в коем случае нельзя было отправить калядующих без еды. В таком случае вы делаете плохо, вот, духом рода. Вот, ну, кроме этого, среди калядующих был один человек, одетый, кстати, страшнее всех. Как правило, ему даже запрещалось говорить. Так это и был, что ли, Дед Мороз? Да, это был самый старый, самый грозный дух, которого просто называли Дедом. Вот, вполне возможно, что это и есть прообраз, так, прообраз современного Деда Мороза. Зато у него была самая простая роль. Стоял себе. Да, стоял. Все, а потом получал еду. Но он при этом изображал самый древний дух вот этого рода, то есть, собственно говоря, то есть, вот, самую древнюю силу, так скажем. Вот, но вот, на чем я хотела, в принципе, еще остановиться, это на том, что сейчас, наверное, Дед Мороз, Дед Мороз имеет определенный внешний вид. И сейчас очень много у нас произошло, вот, можно так сказать, европизация, наверное, Деда Мороза. То есть, тогда, когда Дед Мороз появляет, уже проявляет черты Санта-Клауса. Но вообще, мне кажется, что Дед Мороз в первую очередь ассоциируется с красным цветом. Да, абсолютно точно. Красная шапка. Но как раз вот этот красный цвет, в первую очередь, и свойственно Санта-Клаусу. Так вот, чем, собственно говоря, отличался наш Дед Мороз? Ну, во-первых, значит, он имел шубу, причем шуба, собственно говоря, она была до щеколоток, либо до голени. То есть, такие короткие шубки, которые сейчас мы видим у новогодних персонажей, у Деда Мороза, в принципе, не было. Шуба, как правило... То есть, у него чем-то на тулуп такой был, да, похож? Да. Но, в общем-то, в некоторых случаях красного цвета. Кстати, синяя шуба, как раз это, скорее всего, налицетворяет так называемую морозка. То есть, один из персонажей, скажем, или прообразов Деда Мороза. Но, кроме этого, у него имелись, как правило, если холодно, то имелись валенки, либо сапоги. Вот. Но, кроме всего прочего, обязательно на шубах должен быть определенный орнамент, который вот символизировал самого Деда Мороза. А вот все-таки красный цвет. Вот я, например, прочел, что компания Кока-Кола считает, что именно она одела, скажем, Санта-Клауса непосредственно в красную шубу. Да. Но в то же время наш Дед Мороз, он тоже всегда одевался непосредственно, был одет тоже в красный. В красный цвет, да. Но шубка, собственно говоря, у него... Потому что, понимаете, Санта-Клаус, ну, он скорее такой вот персонаж, ну, менее яркий, наверное, по сравнению с Дедом Морозом. И, в первую очередь, шуба-то у него была не такая яркая и красочная, как у Деда Мороза. Но все равно... Скорее всего, она такая... Но все равно, вот, можно сказать, что все-таки это не изобретение компании Кока-Кола. Да, они просто взяли нашего Деда Мороза. Так, ну вот под шубой у Деда Мороза обязательно линяная рубашка и брюки, также украшены белым геометрическим орнаментом. Ну, это символ чистоты, получается так. На углове у Деда Мороза должна быть красная шапочка. Причем она не должна быть круглая, и не должна быть в виде колопака. Но вот здесь вот представлена шапочка в виде такого колопака, как мы здесь видим. Если вот так повернуть... То есть колпак это уже больше Санта-Клаус? Да, это все атрибуты Санта-Клауса. Но кроме того, что, как мы здесь видим, у него короткая шубка, что это уже не Дед Мороз, хотя она красная. Но еще, кроме этого, видим здесь колпак. Никаких колпаков, такая шапка полуовальной формы. — И не круглый, как у Владимира Мономаха. Никаких бубенчиков, которые здесь имеются у нас, никаких, собственно говоря, бубенчиков или помпончиков, которые сейчас украшаются различные Деда Мороза, быть не может. — То есть, получается, Деда Мороза всё-таки немножко более такой солидный, более строгий вид. — Да, но я поэтому и хочу вам сказать, что, скорее всего, Дед Мороз, он имеет очень древнюю историю, как раз, наверное, корнями он уходит в какие-то зимние персонажи, которые свойственны нашей стране. — Мне всё-таки больше нравится легенда, что Дед Мороз тоже произошёл от Николая Чудотворца. — Вот, а кроме этого, знаете, вот хотел бы обратить внимание всё-таки на всякие вот эти вот колпачки, шубки, в общем-то, недлинные. Наверное, это скорее вот атрибуты гномиков, как вот мне кажется. Поэтому, например, у некоторых персонажей они связаны с гномами, вот именно новогодние персонажи. — Да, и Санта-Клаус тоже связан. — Да, да, вот это хотела подчеркнуть. Но, как я уже говорила, что на ногах должны быть серебряные или красные сапоги с приподнятым носком, каблук небольшой, скошен или вовсе отсутствует. И в студионную зимнюю пору Дед Мороз нашходит в валенках, то есть валенки тоже допустимы. — Да, Санта-Клауса я в валенках не представляю. — Ну, в руках у Деда Мороза обязательно должен быть посох, хрустальный или серебряный, с святой ручкой. Завершается он изображением месяца или головы быка. Но в данном случае это символ счастья, плодородия или власти. — Ну, это, наверное, вот именно у Деда Мороза, потому что я не видел ни разу, чтобы Санта-Клаус действительно был вот с тем же посохом, даже изображения игрушек, никогда его нет. — Да, он ходит с какими-то вот мешочками. — Ну да, посох, и, соответственно, и несет большой-большой мешок подарков. — Да, вот здесь как раз к нам повернулся Санта-Клаус с вами колпачком, показывая, что у него есть помпончик, да? И сразу мы знаем о том, что это уже не Дед Мороз, а Санта-Клаус. Мы видим его с фонариком в одной руке, да, а в другой руке мы видим его с мешком игрушек, которые он будет раздавать, ну, тем, кто в него верит, то есть детям. — Ну, нужно сказать еще, опять-таки, все-таки происхождение Деда Мороза, это скорее всего наш Дед Мороз, это скорее какой-то языческий дух. Вот все-таки я склоняюсь именно к этой версии. — А мне больше все-таки нравится, что он пришел к нам от Николая Чудотворца. — Санта-Клаус, это скорее всего исторический персонаж, да, то есть вот как раз Святой Николай и все, что с этим связано. Ну, еще раз хочу сказать, что Дед Мороз всегда ассоциируется у нас на нашем празднике, это со Снегурочкой. Еще раз хочу подчеркнуть, что это должна быть не маленькая девочка, а девушка. И символизирует она, в первую очередь, застывшие воды, которые вот морозит Мороз, так скажем. И передвижение. Таким образом передвигается Дед Мороз. Ну, если Санта-Клаус передвигается на олени упряжки, да, запряженные из восьми оленей, то Дед Мороз, он передвигается на тройке. То есть либо по воздуху, либо на тройке, либо, собственно говоря, пешком. Да, сколько много отличий, Вы сказали, Санта-Клауса от Деда Мороза. Да, ну, кроме этого, я уж провела такой, так скажем, обзор Санта-Клауса и Деда Мороза, их деятельности. И Дед Мороз, скорее всего, не скорее всего, а всегда кладет подарки под елочку, да. Поэтому, естественно, маленькие детишки сразу с утра выбегают и смотрят, в первую очередь, под елочку, что там находится, да. Какие подарки принес им Дед Мороз. А Санта-Клаус, он скорее, и персонажи, именно связанные с ним, ну, наверное, так как они имеют общие корни всё-таки, да, вот. Ещё раз хочу подчеркнуть, что Святой Николай... Да, Санта-Клаус может там пройти через трубу, да, появиться в камине. Он кладёт подарочки башмачки, там, носки, там, вот какие-то такие атрибуты. И очень часто, да, вот башмаки, например, подставляются к камину, то есть вот считается, что в некоторых странах он появляется через камин. Не через камин, а через дымоход. Ну, соответственно, камин, естественно, не зажигает при этом. Да, вот, очень интересно. Ну, вот, самое интересное, что вот даже вот в нашей стране традиции наряжать ёлку тоже постоянно менялись, да. Вот, например, считалось, что, например, иногда ёлку наряжали, был период, когда её наряжали именно в день Рождества. Было, что, например, такое, что, например, детей не допускали к тому, чтобы ёлку наряжать. Кроме того, даже существовала такая традиция, подарки действительно клались под ёлку, и подарки заворачивались в большое количество подарочной упаковки, в подарочную упаковку, да. И, соответственно, когда приходило много детей, суть была такая, что каждый берёт подарок, где написано его имя. Дальше он разворачивает первую упаковку, а там уже не его имя, а имя его друга. Он передаёт другу эту же упаковку, затем друг разворачивает, и так вот иногда существовало до десяти обёрток. Вот такая была тоже одна из традиций в нашей стране. Тогда сразу возникает вопрос, а подарок-то там был? Ну, подарок там был. Но сам эффект разворачивания подарка, кому же всё-таки этот подарок достанется в конце концов, был такой очень интересный. Так, а первый человек, который разворачивает подарок, ему этот подарок достанется? Ну, подарков было много, он начинал. Причём подарок этот мог вернуться по кругу к нему, а мог и не вернуться. Так что вот тоже было очень интересно. Ну, это такие, ну, двогодние развлечения, да? Причём даже и наряжали ёлку тоже абсолютно по-разному, вот. Ну, а Дед Мороз, вот он как раз появился относительно недавно. Ну, существуют различные, наверное, новогодние персонажи, вот как раз у нас здесь представлен, ещё раз хочу подчеркнуть, Санта-Клаус, который у нас здесь держит в одной руке Кока-Колу. Да. Потому что компания Кока-Кола считает как раз вот наряд Санта-Клауса, это вот именно их изобретение, с чем мы, конечно же, не согласны. Ну да, а вот наш Дед Мороз со своей величественной осанкой, да, не занимается такими вещами, не рекламирует ничего. Причём Дед Морозы или Санта-Клаусы, как мы хотим, можно называть, в разных странах они тоже отличаются друг от друга. Да, вот как раз мы хотели поговорить о как раз этих персонажах новогодних. Вот причём в Финляндии Дед Мороз тоже носит красную одежду, но у него длинные волосы, вот, и у него высокая конусообразная шапка. То есть, а так, в принципе, он тоже напоминает Деда Мороза. Во Франции существует два Деда Мороза, один из которых переводится как «Отец Рождество», и суть такая, что один, он в первую очередь приходит к непослушным детям, то есть, он с собой берёт розки, а другой одаривает подарком. Ну, я слышала как раз о существовании как раз двух Деда Морозов, Дед Январь и как раз Дед с розгами. То есть, вот, ещё они имеют какие-то имена, да? Да. Первый называется «Перноуль», что означает «Отец Рождество», а второй – «Шаланд». То есть, как раз вот Дед с розгами, да? Да. Ну, как раз «Отец Рождества», по-моему, ещё есть и в Великобритании, тоже Дед Мороз в виде отца Рождества. Ну, в скандинавских странах, если мы говорим о Скандинавии, там вообще к Новому году очень трепетно относятся и считают его таким одним из самых главных праздников и готовятся к нему в течение долгого времени. И, как вот мы говорили, можно обратить внимание, что очень часто Новый год и Рождество не только в нашей стране, но и в других странах имеют фактически одну и ту же атрибутику. Ну, а вот интересно, кто же у нас является символом Нового года на Кипре? Давайте мы сначала вам покажем Кипр. Тёплая, такая, тёплая сказочная страна. Так вот, на Кипре Деда Мороза зовут Василием. К нему обращены песни, просьбы детей. «Святой Василий, где ты приходи, святой Василий, счастье подари, исполни все мои желания. Да будет славно Рождество, я жду тебя, святой Василий, с Христом и с верой и с букварём. А из него узнаю я, где мой Василий, родина твоя». Ну, то есть, в общем-то, у них таким вот Дедом Морозом является святой Василий. Ну, вот ещё раз полюбуйтесь. То есть, не святой Николай? А? Не святой Николай. Да, а именно святой Василий. То есть, вот такой вот персонаж интересный. А в Швеции два Деда Мороза. Один высокий, с шишковатым носом, а другой карлик. И они приходят вместе и оставляют подарки на подоконниках. А вот в Норвегии, да, есть тоже очень-то такие вот интересные Деда Морозы, которые как раз являются карликовыми Деда Морозами, поскольку они как раз являются маленькими гномами. Основной, самый характерный для них признак, опять-таки, красная шапочка. Это Деда Мороза. Невысокие. У них длинная седая борода, а на руке у них по четыре пальчика. Давайте покажем сначала этого Деда Мороза или такого происходящего от домовенка. Нисса. Да, да, имеющий свое название Нисса. Вот здесь вот мы видим, первая характерная черта сразу бросается в глаза, его красная шапочка с таким красным пумпунчиком. Вот, кстати, ноги у него должны быть немножко кривоватые, так как он ездит на... считается, что он ездит верхом на свинье. Ну, причем Нисса такой персонаж тоже сказочный. Он тоже является символом Нового года и Рождества. Причем Нисса бывают разные. Бывают Нисса домовые, церковные, а бывают рождественские. Главное, нельзя их обижать. Ну, потому что получается, что они есть, можно так сказать, производные от гномов, да, поэтому, естественно, они живут, могут жить в разных местах. Ну, вот. Живут они долго, более двухсот лет. И так как у них такая большая и долгая жизнь, их помолвка длится более десяти лет. Кроме того, ну, детям это в Норвегии не говорят, Нисса очень любит пиво. Ну, и также, вот, если мы посмотрели бы более внимательно, то оказывается, что слово Нисса возникло именно в то время, когда Норвегия была под властью Дании. И вот, если более внимательно посмотреть, то оказывается, что происходит слово Нисса от датского имени Нильс, которое тоже является производным Николая. Вот. Так что, вот, Святой Николай, вот, у нас превратился в такого очень необычного существа. Давайте мы еще раз покажем его. Вот здесь тоже еще раз представлен такой маленький домовенок, который есть новогодний персонаж в Норвегии. Ну, вот мы здесь видим, что одежда вот Нисса достаточно грубая. Действительно, он носит штаны до колен, высокие носки, рубашку из грубой ткани, вязаную кофту и башмаки, сплетенные соломы. На поясе его, как правило, висит охотничий нож. Всю одежду и оружие, и орудие, так скажем, Нисса делает сам. Причем у него есть множество правил, у Нисса. В частности, например, чтобы поддерживать спортивную форму, рекомендуется дважды в день поднимать лошадь на вытянутых руках или рассказывать не меньше одного анекдота в день. То есть, несмотря на то, что этот персонаж невысокого роста, он обладает чудовищной силой. Также он рекомендует брониться с соседями не чаще, чем раз в месяц. То есть, правила у него такие очень интересные. В частности, смех продлевает жизнь. То есть, такой интересный, сказочный персонаж. То есть, он рекомендует выдерживать характер, да? То есть, не брониться. Ну, и кроме того, например, рекомендует не перенапрягаться без надобности. Вот. Не уступать, даже если ты не прав. И так далее. Ну, вот, вы говорили о том, что он любит пиво, но кроме этого, он еще для Ницца специально выставляет кашу. Потому что считается, что он ест только кашу. Поэтому у него всего 12 зубов, 6 из которых располагаются наверху, 6 из которых располагаются внизу. То есть, вот такой интересный, сказочный персонаж. Ну, а вот, если говорить о новогодних растениях, то и рождественских растениях. Мы говорили о еле, но кроме еле существует очень много разнообразных растений, которые являются символами Нового года и Рождества. В частности, вот, например, на Кубе символ Нового года – это пальма. Также символами Нового года у нас являются, к примеру, в Никарагуа ветви кофейного дерева. В некоторых странах символами Нового года являются обычные нарциссы. Ну, кстати, вот в Японии делают окибаны. Рождественские окибаны как раз включают нарциссы. Абсолютно верно. Кроме того, в окибану в Японии включается роза. Вот. А также, ну, там много растений входит. Слива. То, что вы перечислили – пальма, кофейное дерево. Ну, понятно, почему пальма является рождественским растением, так как там больше ничего не растет. Ну, абсолютно верно. И, тем не менее, мы говорили о том, что елка – это совершенно такой относительно молодой атрибут Нового года. Естественно, существовали и другие растения. В частности, например, тот же самый вечно зеленый лавр, который был тоже символом Нового года. То есть обязательно должно быть вечно зеленое растение с такими кожистыми листиками. А если растение, да, еще и зацветает зимой, как это делает амела, то оно еще пользуется особым таким вниманием. И, ну да, вниманием и алим. Да. Ну, например, цветы сливы тоже являются, вообще слива тоже является атрибутом Нового года и Рождества. В частности, в Японии, так как символизирует молодость. Ну, здесь вот у нас представлены плоды сливы. А именно для экибана используются цветы сливы, веточки сливы. Ну, и еще хотелось бы ответить на такой вопрос. Где же все-таки живет Дед Мороз? Ну, давайте сначала покажем карту, а вы нам скажете, где по этой карте живет Дед Мороз. Ну, в частности, наверное, чтобы вы меня не ошибиться, а сказать более точно, и Санта-Клаус. Санта-Клаус живет в Лапландии, а именно в Финляндии. И вот перед вами его резиденция, очень необычная и красивая. Как мы видим, дом Санта-Клауса просто похож на такую настоящую сказку. Ну, это какие-то сделаны изо льда, да? Вот дворцы. Да, не только изо льда, например, удивительные пещеры и так далее. Но, к сожалению, время нашей программы подошло к концу, но сама программа не заканчивается. Обязательно смотрите нас в следующий раз в продолжение наших историй о Новом Годе и Рождестве. И еще раз с праздником! До свидания!